Истинно, истинно говорю вам, слушающие слово мое, и верующие в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Как правильно понимать эти слова? Значит ли это, что верующие не будут судимы Господом? Давид говорит, пророк, блаженный человек, ему же не вменит Господь греха. Мы действительно верим, кстати, вот этот отрывок из Евангелия читается на отпевании каждого православного человека. Мы верим, что если мы жили по любви, старались исполнять заповеди Божии, мы не будем судимы Господом. Да, мы в это верим. Мы верим, что к нам будут применяться другие методы. Какие? Они изложены в 25 главе Евангелия от Матфея. Господь спросит нас о делах любви, которые мы творили. Это притча о пастыре, который разделяет овец и козлов. Рядом перед этим притча о талантах. Господь спросит опять о реализованных возможностях или нереализованных. Вот вся вина неверного раба была в том, что он не умножил те таланты, те дары, которые дал ему Господь. И, конечно, когда Христос говорил о талантах, он не имел в виду игру на скрипке или рисование. Он имел в виду дары духовные. Допустим, этот человек умеет понять, что происходит с другим человеком. Или он стал очень дорогим и востребованным психологом и зарабатывает на этом деньги. И проглевает необходимость людей с ним общаться и все время повышает цену. Или он утешает тех, кто приходит ему просто поплакать или с какими-то проблемами приходит к нему. Вот первый вариант. Он использует этот талант для земного. А второй вариант, он использует его для небесного. Можно это совмещать. Например, вы хороший педагог по математике. Вы приходите в храм ваш и говорите батюшке, батюшка, у меня вот много учеников, денег мне хватает. Дайте мне кого-нибудь из бедной семьи, я приготовлю его к поступлению в институт или к сдаче ЕГЭ. Я сделаю это бесплатно. Вы своим талантом послушите Господу и свою семью накормите и заповедь Божию выполните. Когда человек живет по любви, по милосердию, то и Господь будет судить человека по любви и по милосердию. А мы знаем, что милосердие Божие превосходит справедливость Божьего суда. У преподобного Исаака Сирина есть удивительные слова. Он говорит, не называй Бога справедливым. Если бы он был справедлив, мы бы погибли все. Называй Бога милосердным. И вот человек, который был милосердным, мы надеемся, что мы не будем судимы. Вот эти слова, на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь, уже перешел от смерти в жизнь. Они об этом. А вот если мы всех судили, если мы всех осуждали, тогда Господь нас будет судить. Не судите, не судимы будете. Не осуждайте, не будете осуждены. То есть если мы подходили так вот ко всем, ты мне должен, ты мне дай, ты несправедлив, ты согрешил, то и Господь к нам с той же мерой подойдет. И грехи нам наши не простит. В конце концов, что такое не прийти на суд? Это значит, когда Господь тебя не осудит. Он простит тебе твои грехи. То, о чем мы все молимся, все время надеемся. Доброго ответа на страшном судище Христовым просим. Когда Господь скажет, я не вменяю тебе грехи твои, ты прощен. Потому что ты жил по закону любви. Вот в этом наша надежда. И именно такого человека здесь Господь называет верующим. То есть верующий здесь во Христа и в пославшего его Бога Отца, здесь не тот, кто принял какую-то мысленную конструкцию бытия. Определенное миросозерцание для себя избрал как правильное. Вера здесь, это та вера, которую апостол Павел говорит, вера, действующая любовью. Во-первых, действующая, то есть творящая дела, творящая дела любви. Вот такого верующего человека мы надеемся, опираясь на эти слова, что Господь поможет избежать суда, проведет мимо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok